Накануне Дня Защитника Отечества во Дворце культуры Родина прошел праздничный концерт. Руководитель администрации Химок Владимир Слепцов пригласил на торжественную встречу ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и ветеранов Вооруженных сил России. Перед началом концерта для почетных гостей устроили чаепитие. Участник Сталинградской битвы Иван Кривошеев вспоминал последние фронтовые дни, когда видел позор сдававшихся немцев и героизм советских солдат до самых последних боев. Что я бы пожелал, чтобы нашему молодому поколению не пришлось переживать тех тягот, особенно военного периода. Пусть над Россией будет всегда мирное небо, то, что мы старшие поколения, фронтовики и другие лифты, завервали на сегодняшний день. Среди гостей была и олимпийская чемпионка Ирина Роднина, чьи родители также прошли всю войну. Я всегда говорю, что нам легко выигрывать, потому что мы дети поколения победителя. Вот вам хочется сказать огромное спасибо, здоровья вам и берегите себя. После чаепития ветеранов пригласили на праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества, где офицеров зрители просто искупали в овациях. В зал торжественно внесли флаг России и штандарт города ратной славы Химок. Владимир Слепцов поздравил всех присутствующих с наступающим праздником 23 февраля. Праздник уникальный, праздник удивительный. Действительно, это праздник всех тех, кто защищал Родину, кто защищает Родину, кто будет защищать Родину. Безусловно, хотелось бы поздравить всех ветеранов, которые присутствуют здесь. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Погибших в войнах зал почтил минутой молчания. А всем военным, кто защищал интересы страны на разных ее рубежах, вручили памятные подарки. Продолжилось мероприятие выступлением детских и студенческих коллективов. Первое дело, первое дело, все легкое. Искусство виртуозного владения оружием показали курсанты Академии МЧС. В качестве специального гостя выступила заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. В этот вечер балерина поразила не столько классикой, сколько акробатическими трюками. И все же главным в этот вечер были песни и танцы на военную тематику. Многие в зале под любимую мелодию «Смуглянки-молдаванки» вспоминали военную службу, фронтовые подвиги своих отцов и дедов. Так или иначе, в нашей стране военные действия затронули каждую семью. Я профессионально военный и, в общем-то, по стезе военный. Мир, так скажем. Я пошел по пути дяди, который погиб в 41-м году. Мира. Только мира. Вам, вашим детям, вашим внукам, никому войны не пожелать. Отдать практически 29 лет службы армии, конечно, воспоминаний в море. И в ракетных войсках, и в системе МЧС России. Ну, сейчас вспоминаются, наверное, сослуживцы. Те ребята, к сожалению, с которыми сейчас не пересечешься. Потому что по всей стране. Ирина Веременко, Сергей Гвоздев, Служба новостей.